то в самом начале мы должны написать какие перемены мы будем использовать если мы хотим использовать там две-три перемены мы здесь и укажем давайте вместе напишем первую перемену целого типа напишем in a . запятой комментарии я тоже буду потом писать то есть таким способом создали переменную назвали его а и самое интересное что еще мы указали что данная перемена у нас должно храниться может точнее храниться целое число уже со следующих уроков я прям все комментарии буду водить вот если хотите могу сразу да то есть можно просто писать вот здесь создание переменной вы можете этого не делать я код буду вам сбрасывать когда у меня особенно будет большим создание переменной а целого типа вот эти мы просто его создали например в одних языках когда мы создаем переменную в эту перемену если мы не пишем а равно 2 серв записываться 0 это на паскале так было носи было так мы создаем переменную в этой переменной сразу появился какой-то мусор на самом деле когда мы выводили потом мы видим там но вот какое-то число а потом уже также есть языки вот не помню на си шарп или как там вообще если мы создали и вывели он ругается говорит извините но вы еще ничего не присвоим чтобы это не было ошибочно да и так в чай чтобы не вел переменную ничью-то него же выводит следующие перемены давайте напишем так вы имеете право сделать переменную и сразу его что здесь смотрите b равно 10 когда мы с вами создаем переменную скажите и сразу присваиваем значение кто помнит как это называется процесс когда мы создаем и сразу присваиваем значение совершенно верно смотрите создание переменной и присвоение значение значение это инициализация переменной то есть мы создали и сразу же присвоили понимать если мы сейчас эти все вещи будем хорошо понимать когда мы классом перейдем там уже для вас это не будет сложно потому что те кто уже работали поймите есть новички поэтому им это важно для вас тоже это надо важно тебе смотрите а если мы пишем вот так мы а создали потом написали а равно например 20 вот что такое а равно 20 можем это назвать инициализации переменной или нет нельзя назвать потому что давайте так еще сделаем когда мы просто пишем переменную равно что-то это у нас просто присвоение значения до такого-то присвоение и значение все это просто присвоение значение а когда мы создание переменной а целого типа давайте мы еще по-другому напишем вот здесь это объявление переменная еще вот так называют объявление переменной другой вариант я вск�обочек напиши пили мены вот так это другой вариант то есть мы будем говорить и на сами так вы говорите вот у меня ошибка игра вы объявили переменную по я забыл вот этот момент да то есть создание переменной это такой знаете, не очень правильный такой слэнд, такой акт целовать, а вот объявление перемены, это более такое, ну вот, правильное название, объявление перемены. Это присвоение значения, когда мы объявляем и создаем значение, то есть присвоение, называется инициализация перемены. Все, вот так. Смотрите, насчет переменных, да, мы сказали, что все хранится в переменных, да, но один раз прочитать вам нужно, то есть определение перемен, это именовано область памяти, который можно, который может быть записан или перезаписан, и откуда может прочитано значение определенного типа. Когда мы с вами пишем int a, знаете, что в этом происходит? Когда компилятор, ну, уже скомпилировал, и когда мы программу запускаем, то, вот тут я, наверное, напишу опуске или после запуска, неважно, мы же когда запускаем, потом же после запуска программы, опирайте в азу, давайте, например, я напишу в азу, но здесь есть понятие статическая память или стековая, есть динамическая память, тоже долгая история, тоже чуть позже об этом, пока пишу грубо в азу, то есть в оперативной памяти, int это 4 байта, да, у нас, для переменной, переменной a резервируется память, в скобочках пишу 4 байта, правильно, да, вот 4 байта, 4 память, и как бы сказать, что вы понимали, что к этому, вот к этим 4 байтам, как бы его называют переменной a, идентификаторной переменной a, сейчас давайте подумаем, как будет понятно для новичков, самое интересное, что только первый байт присваивается переменной a, 3 байта, он просто из определения ему передает, сейчас, после запуска программы в азу для переменной a, резервируется память 4 байта и присваивает идентификатору a, это слово a, это наша переменная, скажите, надо писать, что он 4 байта не может себе как бы записать, он только первый байт берет, а 3 байта чисто из определения, или там на такие мелочи можно не писать, короче, ладно, то есть получается, что когда мы потом пишем вот это a, что происходит, присвоение значения, точкой пишу, то есть в оперативной памяти, память, которая идентификаторная переменной a, заносится, заносится число, число 20, вот так это нужно воспринимать, потому что я вам уже говорил, что есть языки, которые вот эту память, как бы, да, адрес, как бы, он передает другие функции и так далее, и давайте последнее, что здесь напишем, очень важную строчку, что у переменной a появляется собственный большую букву адрес, ну понятно, что он в двоичной системе и так далее, и так далее, и когда мы вот здесь потом пишем a, что происходит глазами программиста, почему иногда говорят хакеры, глазами программист, изломаете то и защитите это, потому что человек понимает, что если мы вот тут написали a, то все, что происходит, да, операционно-системная это если она делает, в оперативной памяти находит 4 байта, оттуда извлекает число, которое хранится 20 и заносит 20, плюсует b, с b то же самое происходит, и в сумме попадает у нас число 30, а теперь представляете, когда между вот этими данными, вот между вот этими, смотрите, вот здесь я обозначил, кто-то сделал подмену переменной, то есть вместо 30 тысяч вам должны были заплатить, а человек вот здесь перехватил оперативную память и там написал 150 тысяч, и вы получили вместо 30 150 тысяч, почему, потому что в программе этого нет, ошибок в алгоритме нет, но человек с другого места залез в эту оперативку, так условно скажу, да, и мог поменять, потому что где-то в вашей программе хранился адрес переменной a, с помощью определенных, ну, команд, значков и так далее, там у кого-то звездочка, у кого-то там амперсан, там языка, вот, то есть как бы люди, которые в этом хорошо разбираются, они знают, в каком виде она может храниться в оперативке, перехватить, поменять и все, программа взломана, раньше как мы взламывали, или деньги добавляли в игры, мы открывали двоичный код, циферку находили, меняли, теперь у меня было не три жизни, а тысячу жизней, я там всех потом мочил, побеждал и так далее, сейчас, конечно, это уже сложнее и сложнее взламывать, но раньше, ну, это был не злоб, как бы, да, чисто такая вот игра, поменял циферку, у меня уже больше жизни, потому что программа была в моем компьютере, никто его не защищал, я в этом коде делал все, что хотел, как говорится. Ну, в общем, если смотреть глазами программиста, то примерно так, то есть в комментарии я это расписал, потому что вот здесь сложнее все написано, ну, как сложнее, как в учебнике, да, вот, просто как в учебнике, это именованная область памяти и так далее, блин, ну, все равно непонятно, что заименовано, а здесь прямо понятно, то есть я написал, что во глазу появляется переменная, у него есть адрес, и в эту переменную, когда мы пишем А равно 20, заносится число, все.